Всем привет, народ! Михаил, канал Video Game Addiction. Продолжаем проходить баннер с Абитва. Поехали! Говорят, луна и звезды всегда видны, если смотришь на Эдаллауге. Интересно, как? Итак, к очередному Эдаллу пришли. Значит, посередину этой главы мы уже прошли. У нас перед нами Эдал. Луна ей духа, глаза ее звезды напевают, а Лео перебирая струны. Лауга богиня красоты и того, что случается ночью. Скальт улыбается. Может, боги умерли, но моя жена все равно молится Лауге, и ее старания не пропадают даром. Улыбается не только Скальт. Мельком, оглядев караван, вы замечаете немало ухмылок. Теперь понятно, почему Эрберанг так быстро разросся, подмечаете вы, и Скальт громко смеется. Произнесенная под сенью Лауги, правда, кругами разойдется по глади ночи, укрепляя решимость влюбленных или унося вдаль ложные надежды, а Лео уходит к каравану в поисках своей жены. Звон щита Эгеля не спутать ни с чем. Вы оборачиваетесь на металлический звук. Идол Лауги прекрасен, правда? Да, он прекрасен. Он даже не взглянул на Идол. Мы преодолели этот путь, мы бились с глыбами, сразили скалу. А Лео говорит нам предначертано объединить все кланы. А Лео Скальт, Гиль, он живет балладами и песнями. И Гиль пожимает плечами. Приятно думать, что мы часть чего-то большого. Он так искренен, вы не удерживайтесь от его улыбки. Он переводит взгляд на Идол и глубоко вздыхает. Олет, я до сих пор жив лишь благодаря чуду, поэтому я хочу кое-что сказать тебе, пока удача не отвернулась от меня. Вот оно че. Не говори так, мы сбережем друг друга. С улыбкой податься вперед. Давайте второе выберем. Гиль расправляет плечи и делает шаг вам навстречу. Олет, ты самая сильная и умная женщина из тех, что я встречал. Твоя красота прекрасней рассветного луча на ясном весеннем небе. Вы вскидываете бровь, слыша это. Прости, Лео пытался научить меня облекать мысли в слова. Олет, я люблю тебя. Он говорит искренне и не ждет ничего от вас. Я не жду от тебя ответной любви, но я должен был это сказать. Он выдыхает, словно сбросив с плечи тяжелую ношу. Я так надеялась, что ты скажешь это. Так ты, правда? Не делай такое удивленное лицо. Ты храбрый воин, всегда относился ко мне с уважением. Надеюсь, и ты знаешь мои чувства к тебе очень сильны. Но пока мы все не будем в безопасности в арберанге, мне было просто необходимо, чтобы ты выслушала меня. Я очень рад, что ты ждала этих слов. Если когда-нибудь ты поймешь, что тоже любишь меня, отыщи меня, хорошо? Ваши глаза наполняются слезами, но вы улыбаетесь, сетеваете в ответ. Прежде чем уйти, Эгель целует вам руку. Вот терраса. Главное, чтобы об этом не начали трепаться в карване. Так, ну ладно, арберанг. Наконец-то, у нас получилось. Но почему многие у стен, а не в городе? Они не могли не видеть надвигающейся тьмы. Палатки трепещут на ветру. Чем ближе вы подходите к арберангу, тем больше их становится. Дорога загажена испражнениями животных, и не только животных. То тут, то там без особой причины вспыхивают вооруженные стычки. Увидев среди караванов варлов и кони рожденных, люди в изумлении распахивают рты. Матери хватает детей, мужчины оружие. Руга с Дагом без предупреждения покидают караван. Он тут же находит каких-то знакомых, и вот они уже вместе бьют, делятся рассказами и бросают полное отвращение взгляда в сторону кони рожденных. Десятки знамен трепещут и реют на ветру. Вы узнаете родовые символы. Карлова дома из сказания Лео различны. Различайте стяг прибрежья, о котором несколько раз упоминал Убин. Вы даже замечаете несколько грязных потрепанных знамен, явно принадлежащих болотникам. Заметно, что между кланами нет ни сплоченности, ни единства. Я пойду вперед, говорит Лудин. Отец наверняка захочет видеть меня, а я смогу разузнать, что к чему. Ирса и несколько воинов сопровождают его через толпу к стенам города. Вы слышите женский взглас среди телег. Это же клан старого Адакана, я к ним. Другие люди тоже встречают знакомые кланы и семьи. От караван начинает отделяться группа за группой. Стоит ли всех созывать? С другой стороны, мы должны всех объединить. Пусть идут к нам, приводите сюда свою родню. Многие голодные с радостью присоединяются к каравану, резво прокладывая себе дорогу к повозкам с едой. Некоторые, впрочем, даже что-то добавляют к припасам каравана. Интересно. Караван останавливается там, где располагается самая оживленная и многочисленная толпа. Впереди вы замечаете ровную линию из палаток. Земля усеяна множеством стрел. Несколько сотен метров отделяют стены арберанга от этого лагеря. Что это, удивленно спрашиваете вы? Мирный клочок земли, отвечает бывалый воин. Кажется, он повидал многое и теперь потерял всякий задор. Людям короля нас здесь не доставят, но и нам их тоже. Но из-за чего все началось, спрашиваете вы? А воин плевовато улыбается. Улыбаться он явно отвык. Да ладно тебе, убийца скалы, говорит он. Любая битва начинается по одной причине. У одних есть то, что нужно другим. У короля есть еда и надежные стены. Мы голодаем, а скоро по нашей заднице придет и тьма. Его слова задевают вас за живое. В арберанге что, война? Воин зло усмехается. Мягко говоря, да, отвечает он. Насколько я понимаю, мы последние из себе подобных. Ты же привел сюда остатки варлов и этих никчемных коней рожденных. Намечается борьба за выживание. Выживут сильнейшие, слабые вымрут. Его смех становится истеричным, а вы уходите в тревожных раздумиях. Ого, что слава у нас уже. Раскою руку ставятся палатки, спешно сооружаются загоны для йоксов. Многим не терпится перекинуться парой слов с другими кланами. Другие латают доспехи. Когда вы подходите, Хакон оглядывает поля, раскинувшиеся в окку карберанга. Не больше твоего понимаешь, что тут творится, говорит он. Но нам лучше подумать, как уберечь припасы. Другие кланы набросятся, а нас едва прознают, что у нас есть еда. Замечая повсюду голодные взгляды, вы не можете не согласиться. У нас неприятности, говорит Одлиев. Не знаю, почему, но другим кланам не по душе кони рожденные. Да и варлы. Смутьяны доставляют проблемы, и я намерен это пресечь. Так, что же нам выбрать? Присоединиться к Хакону и укреплению обороны. Спросить о остановке сил между королем и кланами. Правится Содлиев, разбираться с волновениями. Так, ну даже не знаю, все-таки, да, действительно, если мы поможем Хакону, велика вероятность, что мы спасем припасы, на которые могут покушаться. С другой стороны, если мы пойдем с Одлиев, мы, скорее всего, можем попасть в сражение. Так, 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 как же нам лучше-то поступить. Так, ну, здесь нас сохранили уже, так что, с одной стороны, если что-то пойдет не так, мы можем переиграть. Поэтому давайте выберем третье. Основываюсь я на том, что, так сказать, инвестируем в свое благополучие и, надеюсь, ни с кем не поссоримся. Скатах стоит с оружием в руках. Несколько варлов рядом держат щиты в боевом построении. Люди вокруг неусно посыпают их проклятиями. С каждой минутой толпа становится все больше. Что здесь происходит? Привели с собой всякое зверье, а привязать забыли, выкрикивает кто-то из толпы. Воины вокруг заходятся громким смехом. Хлесткий свист веревок раздается в воздухе, вы слышите грозный рык варлов. Может... Может преподать девчонке ее зверушкам урока, выкрикивает мужчина. Прежде чем вы успеваете успокоить толпу, с диким ревом воины бросаются вперед. Нихера себе, мы порог не дыли перешагнуть, нас уже просто говном палили. Так. Ой, Лейф-то нельзя убрать, наверное. Блин, принц от нас еще ушел, зарезая. Так, Игеля тогда оставим. Вот Лейф, конец. И вот так нормально будет. Блин, вот этот все еще с четвертым уровнем, ну что это вообще такое? Так, у тебя сила 15. У тебя сила 14. У тебя вот силы дофига, но у тебя по убийствам борода. Давайте его качнем. У тебя 12 вообще, вот, знаете, ты нужен с такой силой. Злоба. Мастер щита атакует смежную цель, раскалывая той броню и готовится к следующему ходу вернуть должок, чтобы расколоть еще больше. Умение причинения боли мастер щита готовит упряжняющие удары всем, кто намерен объединиться против него своей силы. Угу, давайте причинение боли выберем. Так, это у нас что? А, так, вот это прокачиваем. И, вот здесь то. Давайте-ка мы лучшую силу выберем. Шанс для нового урона, отлично. Так, ну, не знаю, давай тебя тогда что-ли прокачаем. Ну, тебе тоже двойной урон. Все, отлично. Ой, я артефакт уже был раскидать, вашу мать, а. Главное, качался вот, чтобы их раскидать и забыл. Ой, да тут шелупень такая. Вот ты, было бы с кем сражаться. Так, давайте тогда, вот так даже. Ну, что ты делаешь? Тут сразу же просто. О, наконец-то у него повышение. Ну, неужели? Фига, как этот далеко может ходить. Надевай его на пику. Опа. Вот это что это было? Я тебя еще как надену, нахер. Все. Вот ты пёс, а. Тоже на пику наденем. Так, сейчас Одлиф будет ходить. Так, и Одлиф у нас. Так, до кого ты достаешь, кроме вот этого? Давай-ка вот сюда. Вот, зараз, ты все равно не... Серьезно? Ты ни до кого не достаешь? Ну, мать, какая же ты... А, вот он, неужели? Я уже хотел начать на границе, что ли. Какая же, это бесполезно. Так, встаем сюда. Должен вихрь. Сейчас, вот эту еще на первую посадим. Вот этот, на удивление, больше всех выжил. Там по-саму, я не могу сейчас его как всунем. Ну-ка, а чё у меня по скелам причинения голи, молотящий таран? Ну, его можно... Да он вздохнет, скорее всего, сразу. Да. Да, за такую победу 12 славы, это, я считаю, очень много. Бойцы падают на землю, а прочие одобрительно кивают. Вы показали, что защищаете свой клан. Чувствуя усталость и раздражение, вы возвращаетесь к каравану. Стоит вам лишь на секунду присесть, как вы замечаете того, кого надеялись больше никогда не увидеть. Ругу, идущего к вам в окружении Дага и полсотни воинов. Люди оглядываются на них, но скорее с любопытством, чем с тревогой. Я разузнал, что здесь происходит, говорит Руга. Король выставил свой народ за стены. Все эти кланы хотят, чтобы он накормил и защитил людей, как подобает. И они выбрали меня, чтобы убедить его в этом. Он громко смеется в ответ на ваш недоверчивый взгляд. Я удивлен не меньше твоего, но мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз. Вы вдвоем заходите в большой пустой шатер. Полок палатки опускается, оставляя вас с Ругой наедине. Вы оба вооружены. Чертовщина, скажи, никак не могу поверить, что все это творится на самом деле. Кажется, мы еще не осознаем, что именно творится. Про короля я не врал, он действительно собирается нас здесь бросить. Он начал готовить еще несколько месяцев назад, запасал провизию и придерживал торговлю. А когда все богатые семьи собрались за стенами, он закрыл ворота. Сказал, что всех прокормить не может и приказал лучников убивать любого, кто приблизится. Вы пристально наблюдаете за Ругой, размышляя над своим ответом. И к чему это приведет? Штурм покажет. Ты собираешься развязать войну, чтобы задать королю вопрос? Нет, чтобы получить от короля ответ. Например, почему он оставил этих людей помирать от голода под своими стенами? Думаешь, ломать стены? Я этого надеюсь избежать. Нам пригодятся эти стены против глыб и того, что гонит их на юг. Но если выбора не останется, мы сокрушим их. Быть может, мастера смогут восстановить то, что мы разрушим. Думаю, мы сможем пробиться через первые линии обороны. Но вот за черную стену наместник лишь качает головой. Так что же, войны не избежать. Скорее всего, через несколько часов я встречаюсь с королем. Мы либо договоримся, либо мастяк более не будет вплетен в его. Не удивлюсь, если и тебя пригласят. Куда же без великого убийцы скалы и его могучей армии? А потому тщательно взвешивай каждое решение. И вот он кажется вам чуть менее угрожающим, но только чуть-чуть. Вы поднимаете полок палатки и выходите одновременно, чтобы ни одна из сторон не решила схватиться за мечи. Ух, со всеми можно поболтать. Герои, тренировка, рынок. Интересно, мы это сейчас все посмотрим и проверим. Давайте с Барда начнем. Скальд вплетает цветную ленту волосы дочери. Заметив вас, он просит девочку поиграть где-нибудь в стороне. Мы столько прошли, чтобы снова лить кровь. Постараюсь их переубедить, надеюсь получится. И станешь словно лютик, пошедший против ветра. Путин. Пошедший против ветра, прутик. И станешь словно лютик, пошедший против ветра, прутик. У тебя на каждый случай припасена рифма. Конечно, многие до нас бывали в таких же передрягах и успели сложить о них песни. Всегда же верим, всегда же верим мы неоспоримо, что наша жизнь неповторима. А если войны никак не избежать? Есть ли у скальдов песни на этот случай? Достатки, но будь я на твоем месте, я бы защищал семьи, которые не могу, которые не могут защищаться. Как больно думать, что моя жена и дети могли остаться здесь под стенами, будто они не заслуживают защиты, как все прочие. Слова Лео горят в вашем сознании, когда вы уходите. Вместо встречи, ну, можно уже пойти. В скотах и Дейдре нервы перестукивают с ноги на ногу, не приближаясь ни к людям, ни к Варлам, но и ни к другим конерожденным. Роих бродит вокруг них кругами, будто защищая их. Забидев вас, он кивает. Все в порядке? Много человек, много больше, чем мы думали жить в мире. Вы останавливаетесь и оглядываете тысячи палаток в поле и сотни домов за городскими стенами. Я из маленькой деревни, я тоже впервые вижу так много людей. Кажется, Табун сильно большой, много голодный ртов. Если меньше, легче кормить. В скотах бьет землю копытом, обращаясь к Дейдре с отрывистым рожанием и поворачивается к вам. Дейдре забыла, мы думаем не так, как думает человек. Если ты думаешь, что Большой Табун хорошо, мы думаем, что Большой Табун хорошо. Если ты думаешь, что Большой Табун хорошо, мы думаем, что Большой Табун хорошо. Вот оно как. А что ты думаешь, скотах? Конерожденный поднимает взгляд на Арберанг в задумчивости, размахивая хвостом Думаю, большому табуну будет тесно в маленьких полях Он указывает на Арберанг В маленьких полях за стенами Вы благодарите их за разговор и стараетесь прибодрить их, прежде чем уйти Так, и вот еще с ним Бывший болотник пытается выманить кого-то из норы с помощью кусочка вяленого мяса на шнурке Увидев вас, он встает, мясо так и болтается на шнурке А, ты болотник, а я не знал Я смотрю, ты не скучаешь Играю в лису и зайца с этой вот полевкой Как думаешь, лисы играют в тригви и полевку? Думаю, нет Тригви явно разочарован Есть идеи, как удержать людей от резни Может, у тебя есть какие-нибудь порошки, волшебные штучки или сумасшедший план Он запускает руку под тунику Хватает что-то, но через мгновение передумывает и качает головой Люди убивают друг друга каждый день Веселись, любуйся Но если начнется война, ни одна из сторон не оставит нас в покое Тригви обдумывает ваши слова, покусывая ноготь Наконец, он с усмешкой сплевывает на землю Чтобы убить одного короля, нужно пожертвовать сотнями жизней Гораздо легче убивать простых людей В любом случае, кто-то будет восхвалять тебя, а кто-то кидать в тебя камни О, можно собрать все эти камни Холмник выйдет приличный, встать на него и быть царем горы Глядя, как Тригви снова стлоняется над норкой Вы пытаетесь понять, зачем вы вообще пытаетесь просить у него совета Забавный чувак Но я не знал, что он из болотников Так, давайте на рынок зайдем Припасов нет, просто замечательно Да, и здесь ничего такого Так, поэтому Поэтому, поэтому Качаем героев Так, вот тебя Наконец-то мы можем прокачать Я уже думал, это не произойдет Так Капец, у него взгляд, конечно Так А, вот и Хакон вернулся Отлично Так, поэтому У тебя 11, у тебя 12 Тебя меняем на Хакона Ухачиваем Хакона Так То есть одно только можно выбрать Вот оно еще Фига, да Он у нас почти уже раскачан и полностью Крепость, удар по артерии Тебя даже еще можно повысить Сколько стоит 19 Пока оставим Так, отлично До 10-го бы, конечно, кача-качанок по-хорошему Ну ладно, давайте еще вкачнем Он у нас будет Со самым сильным Вот так вот Все, отлично Самый сильный персонаж Поставим его первым Так, откуда вот лифт у меня тут нарисовалось Интересно Вот я вот не помню, вот кто он Вот откуда он у меня здесь Так, Регеля сюда Ну и все, и нормально Так, есть ли у нас что-нибудь в тренировках Ммм Давай лучше перяду Две сотни, да Думаю, да Отлично Так, вот сейчас мы Стали, так сказать Более грозно выглядеть Сейчас у нас больше воинов Нежели беженцев Плюс мораль повысила Сплошные плюсы Так Ну что же Предлагаю выдвигаться на место встречи Перед этим я, конечно, сделаю сейчас Копию сохранений Так, все готово Отлично, ну что Погнали Вы направляетесь к большому шиту Когда отлив останавливает вас Ты ведь понимаешь, что может случиться все что угодно Думаешь, мы готовы И ее тревога начинает Передаваться и вам Может король и неплохой человек Но вряд ли он Оказался на троне Потому что играл по правилам Ну не знаю, у меня в принципе Все прокачаны Те, кого я в принципе Планирую использовать В битве Ты права Хотя нет Чтобы король и кланы Не решили Мы готовы Приятно слышать Такую уверенность Говорит Одлих Но пожалуйста Береги себя Если буду нужна Я останусь здесь С кланом Вы улыбаетесь И направляетесь туда Где объявлена мирная территория И где стоит очередь Из стревоженных людей Из-под навеса Раздаются громкие Оживленные голоса Все что могли Кричит Хакон И отлично справились Я уже Не чаял увидеть Своего сына живым Надо признать Бывали путешествия И полегче Лицо короля Мрачнеет Увидев вас Он собирается Что-то сказать Это еще кто Приветствую Король Мейнольф Мое имя Олет Я из Скога Лудин выходит Вперед Отец Это убийца Скалы О котором я говорил Король Мейнольф Тяжело вздыхает Бросив на вас Беглый взгляд Сынок Представишь Свою миленькую Простолюдинку Чуть позже Король Кровь Приливает к лицу Лудин тоже Краснеет И король Обращается к Хакон И вы сдерживаете Эмоции Я глубоко Оскорблю О гибели Многих славных Воинов Хакон Скажи Однако Где Вогнер Кейндер Йорунда Вернер погиб Защищая Твоего сына Я был Кейндером Вогнера Теперь Когда Йорун Пал В Эйнартофте Я король Оставшихся Варлов Король молчит Обдумывая Услышанное Ни к чему Скрывать Эти стены Последняя надежда Моего народа Понимаю Твои воины Найдут Пристанище Варберанги Это меньше Что я могу Сделать За то Что Вы возвратили Мне сына Будет тесновато Но полагаю Я смогу найти Для вас Немного места Король Мейнольф Жизнь Вашего сына Заслуга Олет Не в меньшей Степени Чем моя Ее люди Не перегибай Палку Король Варлов Это столица Людей А милость Моя Не безгранична Взглянув На вас Хакон Пожимает Плечами Скажи Девочка Почему Ты ведешь Караван Людей Ко нерожденных Почему Не кто-то Из мужчин Кланы Верят Мне Как Когда-то Верили В моего Отца Абсолютно Все Абсолютно Все Нет Есть те Кому Это не По душе Но и Мой Отец Не всем Нравился Король Мейнов Пристально Изучает Вас А затем Ухмыляется Это Ценный Урок Чем Быстрее Ты Поймешь Что Всем Не Угодить Тем Раньше Ты Чего-то Добьешься К сожалению Это Ничего Не Меняет Арберангу Больше Людей Не Вместить Только Теперь Вы Замечаете Ругу Дага И Два Десятка Воинов Приближающихся К Шатру Видно Что Телохранители Короля Напряжены Руга Мейн Я Надеялся Ты Сдохнешь В Барсгаре И С Какой Стати Ты Говоришь За Все Эти Кланы За Кланы От Которых Ты Отвернулся Видимо Им Нужен Был Предводитель Которому Они Смогут Тверить Спрошу Еще Раз По Какому Праву Ты Говоришь От И Им Обманул Их Так же Как Врал Собственным Подданным В Своем Прогнившем Городе Единственный Обманщик Здесь Король Сгорска Людей Все Еще Считающий Что Его Слово Имеет Силу Не Вынуждай Нас Ломать Стены Если Придется Ничего Страшного Восстановим Когда Пробьемся Внутрь Слухи Это слухи А вот Тьма Конечно Капец Давайте Выберем Второй Вариант Напомните Приближающий Седьмин Вся Ваша Власть Амбиции Не будут Стоить Ломаного Гроша Когда Нас Накроет Тьма Мастера И Валка Уже Работают Над Этим Вопросом Уверенно Ничего Нибудь Придумают Даже Если Нет Я Хотя Бо Смогу Посмотреть Со Своих Стен Как Ма Проглотит Эту Сволочь Вот Это Больше Похоже На Мейнольфа Которого Я Знаю Олет Посмотри На Своих На Наших Людей Им Нужна Защита Нужна Еда И Чистая Вода Не Эти Помои Что Называют Рекой Не Неужели Ты Будешь Молчать Когда Этот Король Отказывает Им В защите Ей Не Придется Олет Для Твоих Людей Найдется Место Место Для Тебя И Для Варлов Место Которого Этот Плешивый Пес И В жизни Не Получит Довольно Передо Мной Не Вожди А Капризные Дети Будь Ты Проклят Варл После Всего Что Мы Сделали Ради Безопасности Твоего Народа Предатель Хакон Речит Опуская Ладонь На Рукоять Секира Все Выглядят Злыми И Напряженными И Вдруг Поворачиваются К вам Блин С одной Стороны Руга Прав Какой Сложный Выбор Это Я даже Не знаю С одной Стороны Я поддерживаю Ругу С другой Стороны Он Как бы Тоже Не Не Без Гришка Даже Не знаю Ну Копию Сохранения То я Сделал Давайте Выберем Второй Вариант Руга Прав Сотни Погибнут Огорска Людей Будет Безопасности В городе Видишь Мейнаф Она Знает Правила Игры Так что Во взгляде Бывшего Наемника Светится Злорадство Руга 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 Проходит Руга 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 Кто бы Кто бы Мог Подумать Так Давайте Тогда Посмотрим Что Будет Если Мы Выберем Короля Итак Вот Мы Вернулись Снова К Выбору Сейчас Мы Попробуем Выбрать Первый Вариант Я так Понимаю Возможно Присоединиться Королю Меня Заботят Только Мой Стяг И Мои Люди Хорошо Я Дарю Тебе И Твоим Людям Даже Этим Конь Рожденным Место За Стенами Заводи Но Быстрее Я Думал Ты Лучше Усвоила Мои Слова Олет Не Стоит Так Вести Свою Игру Руга Трижды Трубит Боевой Рог Вы Оборачиваетесь Засадно Караван Напали Обороны Не Был Нападение Неожиданное Вот Уже Горят Палатки А в них Люди И Варлы Внезапно Руга Достает Из-под Накидки Кинжал И бросает На Короля Мейнольфа Вдар Проходит По касательной Слегка Ранив Его Прежде Чем Кто-то Успевает Отреагировать Руга Ускользает Прячас За Спинами Своих Воинов Они Нападают На вас Хакона И Короля Мейнольфа На Стены Кричите Вы Защищайте Короля И Варлов Хакон Успевает Вам Тянуть Знак Признательности Прежде Чем Все Оказываются Втянуты В бой То есть Когда Мы Пошли Так Сказать Пресекать Волнение И Смутьянов Если Мы Защитили Лагерь Возможно Бы Не Все Так Плохо Получилось Ну Кто Ж Знал Ага Вот Зато Все Остались С нами То есть И Варлы Тут И Одли Там Все 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 Остались Тригви Замечательно Жаль Конечно Что С Обороной Мы Прогадали Так Ладно Давайте Раздадим Артефакты Так Один Уровень Всех Таланов Талантов Плюс Две Воли Блин Че Воли А Да 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 На Количество Этих Передвижений Так Тебе Мы Даем Вот Это Блин Вот Это Полезнее Штука Сколько У тебя Сила 18 Ты Вообще Сейчас Там Всех Поубиваешь Так Раскол Передвижения Все Все Нормально Так Ну Давайте Тогда Может Вот Этих Пацанов Подкачнем На Шампур Так Хотя Знаешь Знаешь Что Вот Вот Так Стоп 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 Пробежка Кровавая бойня Град топоров только у него град мечей так кишки на налетчик наносит удар топором в прыжке топором до щит бросил на налетчик наносит удар топором прыжки отбрасывая всех находящихся рядом воинов как как врагов так и друзей жертвы получают обычный урон плюс 1 единица каждую клетку через которую пролетают проныра выбирает цель и устремляется к ней раскалывая две брони каждому как-то встретиться на пути молотильщик совершает серию ударов случайном прядке нося один урон и раскалывая одну броню за удар последний удар получает плюс один за каждого ну с той стороны град топоро вся уже нормально за зарекомендовал вот поэтому выберем его все мы включались настолько насколько могли ой посмотрим чем обернулась обернулся наш выбор воевать короля мейн эльф это засада ты ранен просто царапина хотя что-то мне нехорошо чёрт чёрт бы побрал этого руку к оружию но вообще закручен капитально осечения михрати морю есть там вообще всем хана просто на полу варлога оставим здесь 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 тут это вот 3 обещество обуслужит так вот в принципе быстрее Так, ну вот, сразу хана. Я бы до этого не дотянулся жарен. Так, да, у тебя же выхода нету. Руга нанял даже болотников. У нас так и не получилось их присоединить, я пытался переиграть, чтобы с ними договориться. Но они все-таки никак не стали ко мне присоединиться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такой далеко не ходишь, не мафия, стена щитов. Не мафия, стена щитов. Тоже, как по мне, слишком много за такую бесславную победу. Не мафия, стена щитов. Не мафия, стена щитов. Когда последние люди каравана укрываются за стеной, ворота уже практически захвачены. Тут вас догоняют и отряд Руги с боевыми медведями. Отрежьте их от основных сил или нас сомнут, командует король. Но тут же морщится, прижимая руку к кране, оставленную клинком Руги. Убейте медвежатника. Так. Ну, давайте, может, если мы первое выберем, мы сами пойдем в атаку. Грохот битвы оглушает. Гулки, удары, сердце отдаются во всем теле. Вы выхватываете оружие и устремляетесь вперед убивать. Так, ну, у нас, в принципе, да, хорошее апати, мы нашим фоксом редактировать не будем. Ну-ка, Хакона до десятого уровня. Сколько стоит? 21. Так. Тут что у нас? Шанс избежать смерти. Вот это нам все очень важно. Все. Бумаю, на максимальном уровне. Так, вот это у нас еще три уровня всех талантов, шанс двойного урона. Передвижение, сопротивление силы. На, одевай. Так, вот это три уровня. Два уровня всех талантов плюс две силы. Вот это тебе. Раскол, передвижение. Ну, в принципе, нормально. Как король, он свой десятый уровень заработал. О, тупично все это выглядит. Так, ну что ж. Тут еще какие-то левые юниты есть. Так, ну, я не хочу. Что-то. Ну, я не хочу. Ну, я хочу. Что-то. Ну, я хочу. Как-то не встать. Так, что-то. Мы даже не могли пройти. Ну, я не знаю. Нафиг. Я слабее, руга Что, отравил меня? Очищайте короля Смерть королю Рядом сходит Да ладно, ты не можешь здесь пройти Серьезно что ли Капец, у меня два хода тогда Вообще просто улетают Вашу мать, а Ну и этот конечно же сходить не может Прилично, прилично Давай сюда Так, ты Сюда Раз, два А, шестьдесят Малинучка Так Ага, если мы тут подойдем Ну как же получится Атаковать ох, он со знаменем Даже бегает Королевская воля, это что это? Элитная стража атакует одновременно по команде Ох, еще я буду обязательно заюзер Смотришь, что это Весь окан пустилы На стенах Ну, то ладно, выжили Это надо болотника пить Капец, и тут не подойти Вот, король, ну твою мать Всех Опять, что сварбами тут не угрыгал Но толп, у меня их тут целая очередь стоит, но их убить не может Давайте посмотрим, что это за крыльевская руля Так, не знаю, что это за крыльевская руля Это что с тобой? Те откровили что ли? Кипец, ты бить даже не можешь Эти два ворота, все еще даже не спиньте, они просто стоят там в очереди и все Прекрасно Я так и не понял, что король сделал Зеленый дешевый Субтитры делал DimaTorzok Отталкивает, отлично, вот оттолкни все же Капец, ты что, дальше не можешь пройти? Все в шоке Если бы не мне эти ворота дойти сюда, вы бы уже давно отрискнулись ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты так и не дошел до битвы, ты столько ходов пропускал Мы щас этого медведа забьем просто на счастье Толстые биты и железом ворота захлопываются за вами Лучники на стенах убивают всякого, кто пытается приблизиться Славно сражались, но тебе следует... Король Мейлов хватает ртом воздух и падает на колено, сжимая рану, полученную отруги Тебе следует знать, нет никакого плана, нет спасения от надвигающейся бури Он делает широкий взмах рукой, охватывая весь арберанг и падает на взничь Подбегают мастера и короля уносят Закрытые ворота, трупный запах От всего этого вам становится плохо, вы уверены, что вас сейчас стошнит? Я, конечно, рада, что мы прошли через все это и остались целы, но... Я знаю Мы столько преодолели, чтобы добраться сюда, и все ради чего И вот мы за стенами арберанга Но что это дает? Все должно было быть иначе Мы же хотели всех спасти Хотя бы Хакона и его Варлы сейчас с нами Во взгляды Одлиф, это та же пустота, что сейчас в вашей душе Одлиф медленно осматривается И что теперь? Теперь хочется найти укромное местечко и вздремнуть А проснувшись, понять, что это был просто дурной сон Одлиф согласно кивает Но нам нужно подготовиться к атакам Руги Он не оставит попыток пробиться внутрь И нельзя забывать про тьму Юна сказала, мы должны продержаться, пока они не закончат Но как нам узнать, что они справились? Она сказала продержаться, пока тьма не развеется Пока не что? Они собираются остановить тьму сами? Они постараются, а мы постараемся дожить до этого момента Ваша уверенность придает Одлиф сил Она делает глубокий вздох Ее взгляд останавливается на человеке, бегущем в вашу сторону Олет, кричит мужчина, подбегая к вам Вы узнаете в нем своего разведчика Толир, шепчет он, они мертвы Все, повсюду следы копыт Его слова поражают вас Вы рассматриваете толпу Все отдыхают, кроме канарейки и ее конерожденных Они стоят в полной боевой готовности Уверены в себе Хотя и смотрятся белыми воронами Кажется, и хвост даже улыбается Голова 15 Ужасу подвластен каждый И на этом я Так, ну, нас тут уже кидает И на этом я, в принципе, предлагаю закончить Увидимся мы в следующей серии И 15 глава, насколько я знаю, последняя Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok